Добрый день. Как у вас настроение? Прекрасное настроение. Вы знаете, хотелось бы поговорить сегодня в том числе и о спиннерах. Это мода, которая захлестнула молодое поколение. Почему привлекает людей вот такая верчащаяся штука? Что в ней такого завораживающего? Полезна она или вредна? Объясните. Насчет как она появилась, ну, насколько я знаю, запатентована она была достаточно давно, лет 20 назад. Запатентована она была именно как средство для снятия агрессии у подростков, которые к агрессии склонны. То есть, безусловно, когда это патентовалось, наверное, в этом был определенный смысл, и это было хорошо. Каким образом он спустя 10, 15, 20 лет это снова получил такую широкую реинкарнацию, и это заполонило весь мир? Ну, я думаю, что это просто пример очень грамотного и техничного маркетинга. То есть, продать можно все, а сделать модным можно все. И сейчас мы просто видим, ну, наверное, хороший пример того, что могут маркетологи и рекламщики. Потому что у тебя есть спиннер, у тебя спиннера нет, спиннер – это круто, и так далее, и тому подобное. И как бы мое личное отношение к ним, меня спрашивают родители иногда, насколько это вредно, полезно, как это влияет на детскую психику. Мое личное мнение, что как бы какого-то очевидного вреда в этом нет. Это первое. Второй момент. Не так давно, где-то, наверное, с год назад мы столкнулись с эпидемией игры с дополненной реальностью «Покемон Гоу». То есть, когда все родители били в набат и говорили, что все, дети теперь потеряны поколения, ближайшие 10 лет они будут заниматься только тем, что они будут ловить этих покемонов. Были резонансные уголовные дела, включая и так далее. Но где сейчас эта игра? По-моему, нет. По-моему, ее нет, да. То есть, это вопрос просто какой-то вот этой волны, модной волны распиаренности и так далее. То есть, никакого существенного вреда никому, пользователям, она, по сути дела, не принесла. Я знаю, вы тесно связаны с психиатрией. И вот в нашей, допустим, психиатрической больнице используют какие-то подобные вещи? Нет, до этого мы пока не дошли. Не дошли, ну и я думаю, что это не является каким-то действительно таким знаковым лечебным методом. Но ведь это все-таки зависимость, я так понимаю, да? Как это можно? Все зависит от того, зависимость от независимости отличает только то количество времени, которое вы посвящаете тому или иному занятию. То есть, если все мы смотрим сеть интернет, да, и кто-то смотрит ее круглыми сутками и выйти оттуда не может. Многие из нас состоят в социальных сетях, но кто-то без них жить не может, да, и прожить сутки без телефона или там без компьютера для человека нереально. Вот когда человек становится зависим от какого-то поведения, то есть привязан к нему, когда это поведение начинает влиять на его, как бы, ну, обычную жизнь, и вот тогда это плохо. То есть, когда человек забывает поесть, но продолжает крутить спиннер, вот тогда это зависимость. И пока мы не столкнулись с проблемой зависимости от спиннеров. Я думаю, не столкнемся. Но ведь зависимый человек, он тогда переключается, получается, с интернета на телевизор, на телефон, на спиннер, на сигареты, на выпивку. Он, в принципе, зависимый, да? Получается так, что есть категория зависимых людей, есть независимых. Как это можно объяснить? Что-то, значит, не так у зависимых людей? Сейчас все больше и больше теорий, которые говорят о том, что зависимые люди, они действительно потенциально зависимые аддикты. Они отличаются с точки зрения как бы биохимии головного мозга. То есть, и очень много сейчас находят параллели между тревожным расстройством и зависимым поведением. Многие ученые сейчас считают, что многие формы зависимости, они базируются на вот этой базовой тревожности. Для того, чтобы эту тревожность убрать, человек находит какой-то, ну, какой-то, скажем так, «отвлекатор», в кавычках такое слово, ту какую-то зависимость, которая снижает эту тревожность. И спиннер, он тоже снимает тревожность. То есть, для тревожного человека монотонные вот эти движения, да? То есть, это, наверное, решение многих проблем на самом деле. Вот, то есть, любое повторяющееся поведение, курение или еще что-то, да? Мы знаем, что курильщики, когда начинают курить, очень у многих проблем снятия тревоги. И когда люди бросают, например, курить, все говорят, что я поправился. На самом деле, проблем в другом. Сигареты в каком-то смысле являются для человека, ну, как бы, таким вот препаратом, ну, медикаментозным в принципе, а средством для снятия этой тревожности. Человек тревожится, человек курит. Человек тревожится делать еще что-то. Когда человек перестает курить, соответственно, без нормального пособия, ну, лечебного, без психотерапевта или еще без чего-то, с чем он сталкивается? Он сталкивается со своей вот этой базисной тревожностью, которая и была. То есть, фактически, появляется другая зависимость. В данном случае, зависимость от еды. Человек для того, чтобы успокоиться, да? Вот, может быть, спиннеры к нам как раз бы решили проблему, да? Да, но большинство курильщиков после того, как бросили, вместо того, чтобы понять, что они, как бы, тревожны и, может быть, как-то поработать с тревогой, люди начинают заедать тревогу. Заедать сниженное настроение, которое, как бы, то, что вот эта палочка дымящаяся, она для них решала. Вот, поэтому, если это грамотно делать, то ни один курильщик никогда, слава богу, не поправляется. Вот, а если, как бы, делать это неграмотно, то одна зависимость переходит очень часто, мигрирует на другую. Но все равно, даже, вот, могут попасть в интернет-зависимость и зависимые, и независимые люди. Ну, если говорить про интернет-зависимость, то все зависит от того, ну, попасть туда, мы все попадаем сейчас. То есть, поскольку, как бы, без интернета жизнь сейчас представить достаточно сложно. Просто для некоторых людей интернет остается лишь средством, допустим, получения информации, средством решения каких-то своих вопросов, рабочих, или еще каких-то средств, может быть, даже просмотра роликов в Ютьюбе. Есть другие люди, у них, соответственно, остается огромный пласт нормальной жизни, обычной, вне интернета, и у детей, и у взрослых. Если же мы говорим про зависимость, это когда человек, он просто залипает. Залипает сутки, двое, он может не кушать. Он может не делать еще много чего, поскольку вся его и поисковая, и мотивационная активность направлена только исключительно на использование интернета. Бессмысленный скроллинг, бессмысленные открытия новых страниц. То есть, никакое, как бы, КПД, оно нулевое. И когда человек остается без интернета, что он испытывает? Он испытывает, опять же, тревогу. И когда он возвращается, в этот момент, в данном случае мы возвращаемся, опять же, к метафоре спиннера, то есть, в этот момент он чувствует себя снова уютно, повторяя снова вот эти бесцельные, возможно, действия. Какие могут возникнуть приключения, да, от того, что дети безвылазно сидят и занимаются всякой ерундой, неконтролируемой родителями? Ну, мы переходим от темы зависимого убедения к теме интернет-безопасности. То есть, вот эта тема, которая меня в последнее время очень сильно волнует. Дело в том, что родители чаще всего отдают пользование интернетом на откуп 10, 12, 14 или 8-летним детям и подросткам, как бы думая, что они прекрасно справятся вот в этом океане информации, самой разнообразной информации, и без них. То есть, родителям иногда просто по какой-то причине им лениво рассказать какие-то вещи, какие могут приключиться, нехорошие вещи. И я всегда и своим детям говорю, и знакомым, и про это кричу, что любая информация, которую вы хотя бы раз выкладываете в интернет, она там останется всегда. А вы станете взрослым, вполне возможно, те посты, которые вы выкладывали, постили, где вы нецензурно, может быть, выражались, или использовали нелегальный контент или еще что-то. Это все ваш работодатель потенциальный найдет без труда. Все, что ушло туда, ушло навеки и не пропадает. Это первое. Поэтому передача любой личной информации, ребенок должен четко понимать, что с этой информацией могут сделать люди нехорошие. Просто не так давно произошла ситуация, про которую мне хотелось бы рассказать. Мои знакомые, они решили отдохнуть за рубежом, с детишками и так далее. Отличное начало. Но детишки их достаточно активно выкладывали посты всем своим знакомым, что завтра такого-то числа они всей семьей уезжают отдыхать куда-то в какую-то экзотическую страну и так далее. В полном составе. Там уже было сказано, что кота отдали бабушке или собачку отдали бабушке. То есть фактически получается, что квартира она пустая. Дома никого не будет. Дома никого не будет. Никто за котом не придет ухаживать. Затем появляются, соответственно, картинки в Инстаграм, где они прекрасно отдыхают, что подтверждает, что они точно уехали. А затем появляются негодяи, которые по-русски просто обворовывают квартиру. Получается, что они не просто знали, кого нет и где нет. Они знали расположение, все, что как стоят в комнатах. Поскольку это все было выложено до этого. Опять же, в том же Инстаграме или где-то ВКонтакте или еще где-то. Они знали, где какие ценности есть, потому что младшая дочка, она примеривала все мамины украшения на себя. Они знали, что искать. Они знали, где искать. То есть вот эта информация, которую дети, да и взрослые очень часто передают в социальные сети, проще говоря, в интернет, она является потенциально опасной для многих людей. В данном случае просто обокрали. Но мы знаем про проблемы педофилии, мы знаем про проблемы какого-то нового преследования. То есть где люди эти находят? Люди находят это все в профайлах, в которых изложено, что живу я на улице Ленина, в доме номер 13, 4 этаж, звонить так-то, так-то, нас не бывает дома там-то, там-то, там-то. Это к вопросу о том, что некоторые люди выкладывают очень личную информацию детишке. То есть я имею в виду личную, это не пересылка каких-то фотографий, ню. Нет. Люди выкладывают в социальную сеть какие-то личные трагедии, на которые они хотят получить совершенно адекватную оценку от группы поддержки, назовем ее так. Но плохих людей хватает везде. И очень часто так бывает, что начинается вот эта вот трава, появляется пост, который говорит, сама дура. Там, и так тебе и надо, или еще, или еще, или еще что-то, да? Мы опять же этого не знаем. То есть ребенок поделился какой-то там трагедией, поделился опять же с интернет-пространством. Ни с отцом, ни с матерью, ни с подругами, которые у нас, они тоже сейчас там, тоже все в интернет-пространстве, или еще где-то у многих. Поэтому я прекрасно понимаю, что мы без интернета, мы никуда, да? Но не надо делать ребенка, подсаживать на него, и делать для него это единственным окном. Только не в Европу в данном случае, на непонятно куда. И по поводу вот этих формирований зависимых и так далее, там спиннер стоит копейки, ну по большому счету, да? Ну просто вспомним, как мы делаем детей, почему появляются спиннеры и другие всевозможные зависимые вещи. Как мы делаем это? То есть мы же сами детям в каком-то возрасте покупаем телефон, планшет или еще что-то. Мы включаем телевизор на сутки, лишь бы ребенок не мешал нам. Вот, то есть вот эти вот шаги, потом когда ребенок мало коммуницирует, да вот откуда тревожность берется? То есть ребенок должен наступить на какие-то определенные врабли. Вот чем этот двор-то был хорош? Тем, что это мини-космос, ну не космос, это мини-общество. То есть где ребенок отрабатывал какие-то элементы взаимодействия, которые будут использоваться где-то. Он получал там понусу сначала, да? Но это были этапы большого пути, это было нормально. Хорошо, дети, может быть, которые нас сейчас увидят тогда, да, подростки, с кем действительно родители не находят контакты, не общаются или отмахиваются, или просто не могут строить диалог, потому что все давно потерялось. Как им себя вести, с кем им поделиться в трудной ситуации, чтобы не наткнуться? Я думаю, что все-таки попробовать взывать к своим родителям, подойти. И я уверен, что родители это все-таки любящие существа, которые при такой просьбе, разумеется, не откликнутся. И найдут 10 минут, полчаса, 30 минут съездить куда-то салочь, покататься на велосипедах или еще-еще-еще что-то. Они вдруг вспомнят, что они это могут и, наверное, это любят. И, наверное, это больше и лучше отдых, чем просто лежание на диване. Это, во-первых, поговорите с родителями, а не ваши родители. Это первый момент. Ну а насчет сетевых знакомств и так далее. То есть я прекрасно понимаю, что мы от этого не уйдем. Это стало частью нашей жизни, но единственная вещь – не общайтесь с незнакомцами. Алексей Владимирович, я думаю, что кто-то нас услышал, кому-то мы действительно поможем. Может быть, для кого-то стоит и к вам обращаться, может быть, в центре поддержки какие-то. Главное, чтобы было бы желание. Было бы желание. И мы сегодня как-то коснулись такой широкой-преширокой темы. Может быть, где-то мы немножко расплылись. Но, тем не менее, вот эта вот тема – начать со спиннеров и закончить. Интернет-безопасностью. Зависимым поведением. В любом случае, мы затронули очень много тем. Но я думаю, что какой-то отголосок каждый может что-то для себя найти. Поэтому я думаю, что это действительно полезно. Ну, я чувствую, что это все как-то взаимосвязано, мне кажется. Взаимосвязано. Приходите к нам еще. Спасибо вам большое. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин